17 населённых пунктов остаются без электроснабжения в Октябрьской области. В шести районах региона продолжаются восстановительные работы. Всего из-за шквалистого ветра и обледенения проводов были обесточены 40 сел. Подачу электроэнергии возобновили лишь частично. О масштабах коммунальной проблемы. Репортаж Лили Ауэсовой. Непогода внесла большие коррективы в жизнь сельчан. Жители сразу семи районов сидят без света которые сутки. Только в Мартугском районе без электроснабжения остались почти 7 тысяч человек. Из-за чего в домах людей отключились насосы для подачи воды и обогревательные котлы. В райцентре пропала связь одного из мобильных операторов. Три дня без света сидим, даже керосиновые лампы не можем найти. В холодильнике продукты испортились, уже не знаем, что делать. Свечки включаем, даже воду покупаем. У нас воды нет, деревья лежат. Еще ничего не убиралось, у нас даже столбы, в нашей улице столбы валяются. После подключения к подстанции Хабдинского района в домах свет появился. Но мощности на всех не хватает. Электролинии сильно изношены, поэтому не выдерживают нагрузки, говорят специалисты. Резервное питание планируют обеспечить с подстанцией Ахбулах. Она находится на приграничной с Россией территории. Российская Федерация на линии, высоковольтной линии 110, на территории России, производит ремонт. Они сейчас завершат. Наша сторона, мы всю ремонтную работу провели до границы, наша линия все восстановлена. Мы готовы подачу, ждем подачи со стороны подстанции Ахбулах. Без электричества сейчас остаются 17 населенных пунктов, где ветром были повалены опоры линии электропередач. По словам чиновников, на сегодня 74% сетей изношены. В местах обрывов аварийные бригады работают в авральном режиме. Просто не успевает, физически не успевает. Окончательно пока я не могу сказать, но по Мартуку, Хромтау постарается сегодня завершить работу. Ситуация с электроснабжением в населенных пунктах находится на личном контроле главы региона Яролы Тухжанова. И как сообщили сегодня в областном Акимате, в шести районах продолжаются восстановительные работы. Последствия коллапса сейчас устраняют 15 аварийных бригад. А это более 100 человек из 60 единиц спецтехники.